Музыка Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать о так называемом финальном турнире чемпионской серии, который проходит в Торонто. На этот раз речь пойдет о полуфинальных сражениях, о втором дне этих полуфиналов. Напомню вначале, каким было положение, каковы были результаты первых матчей. Магнус Карсон в упорнейшей борьбе, не без благоволения Фортуны, что называется на фарте, победил Фабиана Круану, выиграв Армагеддон. Ну а что касается Весли Соу, то он уступил на Ребекову Саторову, причем до Армагеддона дело не дошло, так как в четвертой партии, имея белые фигуры, при счете 2-1 в свою пользу на Ребекову Саторов действовал, ну если не безукорительно, то во всяком случае очень так надежно, крепко, профессионально сделал ничью и выиграл матч со счетом 2,5 на 1,5. Ну что это означало с точки зрения дальнейших сражений? Согласно регламенту, соперники должны были сыграть матчи второго тура, как принято говорить, вторые сеты. И если бы проигравшие отыгрались, то они получали возможность на тайбрейк. И в данном случае тайбрейк уже не такой вот скоротечный в форме одной партии Армагеддонов, но две партии с тем самым контролем 15 плюс 3, которые используются во всем соревновании. И далее, если 1-1, тогда уже действительно Армагеддон. Ну давайте посмотрим, давайте посмотрим, как проходила борьба. Ну, начну с главного матча, во всяком случае наиболее титулованного матча, а именно матча, в котором встречались первые и вторые рейтинги, обладали первые и вторые классические рейтинги в мировой табеле о рангах. Конечно, в Блице ситуация несколько иная, первую позицию занимает классический чемпион китаец Дин Ли Жень, но, в общем, как-то мы все-таки воспринимаем шахматистов в основном согласно рейтингам классическим. И хотя речь идет в данном случае о игре в быстрые шахматы, тем не менее, Магнус Карсенов и Биана Круана очень интересно провели это соревнование, очень остро соперничали между собой. И вот смотрим, что произошло во второй день. Первые две партии, а всего в матче предусмотрено, в каждом сети предусмотрено 4 партии, так вот первые две партии закончились ничью без особых приключений, ничего зрелищного не было. Поэтому я сразу же начинаю рассказ с третьей партии, которая, опять же, начиналась, повторюсь, при счете 1-1. Магнус Карсен имел белые фигуры, и он сделал ход с Дэдона на Д4, на что Фабиан Круана ответил. Конь Ф6, С4, Е6, конь Ф3, Д5, конь С3 и С7, С5. То есть Фабиана Круана разыгрывает защиту Тарыша, и более того, становится понятно, что, скорее всего, он изберет очень модное в последние годы продолжение, которое когда-то считалось малоприемлемым для черных, потому что черные получали тяжелый эншпиль, так считалось. А потом, если он не тяжелый, а наоборот, ничейный, и поэтому, правда, похуже у черных, конечно, но ничейный, и поанализировав, как там нужно защищаться, как перегруппироваться и так далее, черные стали, многие, не только Фабиана Круана, а многие другие шахматисты, стали применять этот рецепт, эту идею на практике. То есть на код СД черные отвечают СД, не бьют ни на Д5, а на Д4, Фердь бьет Д4, взятие на Д5 пешкой, и после Е4, того хода, который ставит как будто бы перед черными серьезнейшие проблемы, они черные берут на Е4. Можно, конечно, вначале играть Конь С6, но в этом случае после СРОН Б5 получается то же самое в нескоряной редакции. Ну вот Конь Ж5, единственная нормальная защита для черных здесь, это СРОН Е6, тогда белые берут вначале на Е6, потом на С6, и эта позиция все-таки, как ни крути, у белых получше за счет слабости и многочисленных у черных. Черным нужно так мучительно, достаточно неприятно защищаться, может быть, они и не проиграют, но играть неприятно. А если черные берут сразу, как поступил Фабиана Круана, это главное направление, то после взятия-взятия и хода Конь Ж5, основного теоретического, который делался автоматически, действительно, белый Конь атакует пешку Е7, а заодно пешку Е4, Черный обязан отвечать СРОН Е6, иначе, если защищать пешку Королем, пешку Е7, то СРОН С4, и, в общем, черные кости не собирают. А тут что получается? Тут вот такой вариант, ну кажется, что дрова дровами у черных. Ну вот СРОН С4, например, Король Е7, вообще приходится играть вот так вот, но неожиданно, после хода Король Е7, оказывается, что в черных очень хорошее развитие. СРОН Б4, шаг есть идея, угрожает взятие на Е4, и вот ничего особенного у белых нет. Ну, чуть-чуть получше, но ничего особенного. И вот, навострились черные играть, защищаться в этом окончании, но, поскольку Магнус Карсон, конечно же, предполагал, что кто-то из его соперника может прибегнуть к такой вот методу защиты, то он припас, ну, я бы сказал, одноходовую скорее, не одноходовую, одноразовую новинку, он пошел другим путем, он сделал противоестественный ход КНЕ5, при котором не на пешку, на пешку и всеми атакуют, нападают белые, а пешки Е4 нет. Но черные могут сыграть СРОН Е6, не опасаясь того, что белые ударят на Е6 и испортят черным пешке, заберут срану на коня и так далее. Но после СРОН Е5 оказывается, что у белых кое-какая инициатива, то есть 3-0 шаг, не то чтобы угрожает, но входит в планы белых, черный отвечает СРОН Д6, 3-0, СРОН связан, король Е7, все логично, и КНЕ4. Ну, бить на Е4 за умеется нельзя, подвесал конь на Е5, а после КНЕ4 вроде бы все нормально. Ну вот, может быть, черным стоило сыграть СРОН С7. Опять же, здесь трудно давать советы, это рекомендация наших электронных друзей, которая полностью соответствует такому интуитивному восприятию. То есть, если теперь сыграть КНЕ4, тогда КНЕ7, ну, черные вроде бы раскрутились, защитились, даже у белой корови, может быть, стоит похуже, чем черные. Во всяком случае, по линии С какие-то начнутся атаки, размены, и позиция у черных не хуже, а может быть, даже символически поручше. Поэтому белые должны были бы вот в этом положении сыграть не КНЕ4, а КНЕ3, устремляясь конями на поле Д5, что для черных очень неприятно. Но СРОН Е5, теперь если КНЕ4, тогда КНЕ7, и опять же ничего хорошего у белых нет, позиция скорее чуть хуже, чем чуть лучше. Но можно сыграть КНЕ5, КНЕ8, КНЕ5, КНЕ6, взятие, и вот это интересный вариант, не решился на него пойти Фабиана Каруана, понимая, что у Магнуса Карсена здесь какие-то разработки, наработки, то есть он знает вообще, что делать дальше. Теперь, что важно отметить, если СЛОН Е6, то КНЕ7, и белые ничего не добиваются. Но можно сыграть ЛД8, но и главный вариант выглядит следующим образом. КНЕ7, если КНЕ7, тогда СЛОН Е6, и берем на ЛД8, и здесь у белых лучше. Лишние качества, компенсации полные нет, частично есть, но этого мало. А после КНЕ7 начинается очень интересное осложнение. Белые обязаны взять ЛД8, черные берут на Ж5, и, что важно, подключают к игре своего СЛОНа Е5, атакующего ЛД8. То есть ЛД8, белые вынуждены посединить восьмой ряд и развязать черного КНЕ. А, единственный разумный ход, это ЛД8, это Х7, тогда КНЕ7, без чистого качества играют черные, но у них неплохо. Например, нельзя брать на Е4 по причине СЛОНа Ф5, ну и там белые гибнут, потому что если СЛОН бьет Ж5, то можно СЛОНу Ф4 шаг дать. А если сыграть здесь не КНЕ4, а сделать сильнейший ход, то начинается вот такая возня. КНЕ6, взятие, СЛОН Ф4 шаг в лучший ход, король отступает, теперь КНЕ7, ЛД8 бьет Х7, Е3, очень важный ход, потому что если взять на Ж5, то КНЕ4, или не КНЕ4, давайте прикинем, почему не берем на Ж5. Ну может быть просто потому, что после ЛД8 в начале, а потом КНЕ4, белые пешку все-таки забирают. А после Е3 не получается ничего такого, угрожает СЛОН Ф5 с выигрышем ЛД8, белые должны увести ЛД8 скорее всего вот сюда, тогда СЛОН бьет Ж5, ЛД8 Х5, СЛОН Ф6, взятие на Е3, СЛОН бьет С3, и вот такое окончание, в котором не хватает у пешки у черных, но очень активные фигуры, и у них не хуже. Ну вот это объективно просто равная ничейная позиция с лишней пешкой у белых, но уймой слабостей, и плохим взаимодействием белых сил. То есть СЛОН Ф7, конечно, ход был возможный, но нужно или знать, что после этого получается, то есть анализировать когда-то эту позицию ранее дома, или в нормальных медленных шахматах можно все это посчитать, разобраться в позиции, шанс есть, возможность есть, да. А в быстрых шахматах нельзя расходовать так много времени. Поэтому решил здесь Фавиана Карлана играть не СЛОН С7, а СЛОН Б4, что приводит к худшей для черных позиции, после КД5 шах, взятие, и Ладья бьет Д5, но опять же худший, но не смертельный. То есть КС6, черные заканчивают развитие, у белых два СЛОНа, но оказывается, что все-таки проблема у черных остается. Ну, вы видите, что единственное поле нормальное для отступления СЛОНа это Е1, других полей нет. Просто они контролируются белыми фигурами. СЛОН Е1, теперь Ладья Ф5, защищая пешку и переводя Ладью на позицию, откуда она, Ладья контролирует поле Ф6. Конь Д4, Ладья Е5 шах, теперь Король Ф8 не то, потому что взятие на Ф6 и взятие на Е4, и понятно, что у белых здесь заметный плюс, лишняя пешка без компенсации. Ну, СЛОН Ф2 можно сыграть, тогда Ладья Ф4 и на Ф6 пешка теряется. Вот, а в случае хода Конь Е6, который был сделан в партии, СЛОН Х4 и Ж5, все равно у белых получше, и, может быть, стоило сыграть здесь СЛОН Ж3. Но Магнус взял на Ж5, взял на Ж5, после чего позиция опять же лучше у белых, но не проигранная, не очень трудная даже, я бы сказал, у черных. Ладья Ц8, при материальном равенстве продолжается борьба, Король Б1, Ладья Ц5, СЛОН бьет Ф6, взятие-взятие, СЛОН Е2. Ну, черный король не очень хорош, с другой стороны разноцвет, пешек поровну, плохо будет у черных не должно, хотя похуже безусловно. СЛОН Д4, Ладья Ф1, Король идет на Е7, Конь Е3, перевод коня, неприятный для черных, стандартный, на Ф5 Конь хочет прыгнуть, поле пешка Ф7 контролируется белой ладьей, ну, приходится менять этого коня и переходить вот в такое окончание, в котором, в общем, по идее, черные должны удержаться, но это не автоматически достигается. Может быть, у Ладья Д80 лучший ход был, не факт. То есть, вот, какой уход лучше из-за черных, Ладья Д8 или Х5, сказать трудно, сыграл Х5 Фабиана Круана, решив надвинуть пешку до Х4, или как-то так, ну, атаковать по-другому белые пешки, то есть проявить активность, обозначить активность своих фигур. Ну, вот Ладья Х4, прицепляясь к пешке Х5, идея Ж4, может быть, где-то будет весьма неприятна, ну, а может быть, по-другому пытаются белые выиграть эту пешку. Ладья Ж8 атакована, пешка Ж2, Ж2, Ж3, Ладья Ж5, черные перегруппировались, теперь Ж4 уже не актуально, пешка Х5 защищена, Ладья Е4, Ладья Ф5, слон С4. На самом деле, в ходе такого лавирования белые чуток подрастеряли свое преимущество, и здесь позиция уже близка к равной, а, всяком случае, безусловно, защитимая, если считать, что черные стоят хуже. Ладья Д6, но стоит отметить, что Фабиана Круана тратил больше времени, чем Магнус Карсон. Ну, в данном случае, Магнус Карсон не себя садурил, а соперника, отнимал его время и, в общем, загонял в какой-то цитнот. Теперь, судя всему, лучший ход был конь С5, сохраняя то самое примерное равенство. Последовала же Б5, активная игра, затем А4, ну, черные ставят свои пешки по белым полям, что делать не рекомендуется при соперничьем слоне белых, который тоже ходит по белым полям, то есть эти пешки атаковать может. Ладья Ц5, ну, можем сыграть Б4, но я не буду, так сказать, вдаваться в подробности. Опять же, какой ход получше? Б4 с легким плюсом или король Б1, после которого плюса, в общем-то, нет. Ладья Д5, ну, черные должны аккуратно стоять. То есть, с одной стороны, конечно, можно утверждать, что черные ставят почти что и не хуже, а с другой стороны, все-таки хуже, потому что они защищающая сторона, поэтому и нужно находить какие-то точные защитительные маневры. Ладья бьет Ф5, слон бьет Ф5. И эта позиция уже заметно лучше у белых. Вот после хода ладья Д5 нельзя брать на Аш5 из-за конь Ж7, это понятно. Слон отступает, ладья Ц5, слон Ф3, конь Ж7. Ну, белые прижали соперника к канатам, но до выигрыша все еще далеко, хотя, ну, много объектов, кстати, у черных для атаки белых фигур на Аш5, на В5, пешки слабые. Ну, и вот после этого хода слон Д3 очень правильный ход, потому что слон бьет Аш5 не приносило ничего существенного, так как черные отвечали на ладья Ф5. Затем активизировали ладью, и конь подключался с полио Ц4 для к атаки пешки Б2. В целом ряде вариантов. Ну, например, там слон Е2, ладья Ф2, там слон Д3, ладья Д2. Вытесняем слона, играем Ф5, отрезаем немножко белые фигуры, нарушаем взаимодействие. И оказывается, что у черных почти полная компенсация. Очень хорошая компенсация за пешку. Проиграть они не должны, хотя, конечно, без пешки играть неприятно. Ну, не стал играть слон Б5 Магнус Карсон. Наверное, он был прав, он сыграл слон Д3, опять же, по-игротски хотя бы прав. Слон Е2, и наконец-то он взял. Наконец-то он взял, и теперь ход ладья Ф5, о котором я говорил, поддавал черным хорошую контр-игру, достаточную для удержания позиции, но прыгнул вперед Фавиана Карвана, сделал естественный ход. С4 все равно конь атакует пешку Б2. Вроде бы ход, без которого черным не обойтись. Ход логичный. Ладья теперь белых не может прыгнуть на Б4, поскольку он перекрыт. Дорога ладья перекрыта конем. То есть, это вот соображения, которые побудили черных играть именно так. Но есть тактические конкретные моменты, которые оказываются не столь благоприятными для черных. И, в общем, здесь уже у белых шансы определенные на победу, но следовало играть здесь безусловно. Безусловно черным нужно играть было ладья Ф1. И, судя по всему, позиции худшие, без пешки, но не проигранные, поскольку активность черных фигур много чего компенсирует. Но вот партия закончилась здесь буквально в один ход. То есть, счет, напомню, был 1-1. Две первые партии закончились без особых приключений ничью. А тут вот Фабиана Курана сыграла ладья Е3, атакуя слона сбоку. Но времени его было мало. Хотя, с другой стороны, объяснить такой промах дефицитом времени трудно, поскольку теперь что? Ладья Е4 меняются ладья, а без ладей абсолютно безнадежные позиции. То есть, слон лучше коня, лишняя пешка, проходная отдаленная. И пешки на ферзьем фланге стоят по первым полям. Дальше просто можно было сдать партию, которая была до этого за пару мгновений. Позиция была просто ничейная. Здесь же слон бьет Б5, слон бьет А3, слон бьет А4. Давайте я доведу партию до конца. Здесь уже не требуется никакого искусства в реализации. Две связанные проходные. И, опять же, слон лучше коня при игре на двух флангах. Вот так вот А6. И после А6 черные сдались. То есть, Магнус Карсен после этого повел в счете 2-1. И для того, чтобы закончить борьбу, нужно ему было всего-то навсего не проиграть последнюю четвертую партию основного времени второго сета. Ну, белыми фигурами играл Фавиано Каруано. И мы вспомним, что вот в первом игровой день, в первом сете, в общем, белые фигуры не приносили их обладателям никаких выкот. Даже черные набрали больше очков. Но в данном случае, все-таки шанс у Фавиано Каруано был отыграться. И посмотрим, что происходило. Е4, Е5. Напомню, Каруано играет белыми, Карлсон, черными. Коня в 3, Конь С6, Слон С4. Дальше Д3. Слон С5. Итальянская версия вот этого дебюта. Карлона частенько идет на нее. Итальянская версия защиты двух коней, скажем так. Вити и Вата нетрадиционно обозначил дебют. Слон Ж5, он играет регулярно, отступает на А4. Слон Е7 решает играть Магнус Карсен. Я не знаю, понимаете? Ну, критиковать игру Магнуса Карсена я не хочу и не буду. Потому что ход Слон Е7 имеет право на существование, скажем так. Так, черные соглашаются на чуть худшую позицию, но зато они обретают понятные планы, гармоническое взаимодействие своих сил, пусть и в защитительной такой стойке. Слон Ж3 играет Каруана, Д6, А4, открывая форточку для слона и заодно, может быть, ну, подумывая о надвижении в дальнейшем пешке А. Рокировка А5, вот пешка идет действительно, Слон Е6, Слон Е6, ФЕ, С3, Б5. Вполне логичный ход, поскольку взятие на проходе черные не опасаются, а иначе пешка на Б5 стоит в данном случае неплохо. Ферзь Б3, атакует сразу две пешки, но черные играют Ферзь Д7, и оказывается, Ферзь Б5 играть невыгодно. То есть, отход не был сделан, разумеется, потому что тогда черные сыграли бы ладья Б8 и ладья Б2, и у них лучше. Это не в пользу белых такой обмен с пропусканием черной ладьи на Б2. 0-0, белые играют, А6, конь Д2, конь Х5. То есть, игра Багдуса Карса, она выглядит очень логичной. Конь лезет туда, куда ему и положено лезть. Дальше план или вторжение на Ф4, или сдвоение, а может быть и или, я уж не знаю, может быть и сдвоение по линии Ф. То есть, какое-то давление черные оказывают на королевском фланге, а игры у белых реальные в центре на ферзьевом фланге невинно. Ну, можно, конечно, сыграть вот ладья Д1, как было сыграно, Ж5, смелый ход. Не факт, что все это идеально и безупречно однозначно для черных. Здесь, может быть, скорее всего, лучше было сыграть слон Ф6, вообще не торопясь с дальнейшими вырезаниями, перегруппировками и так далее. Но Конь Ф4 сыграл здесь Магнус Карсен, но настроение, наверное, было неплохо, и ход тоже вполне себе. Белые бьют на Ф4, и оказывается, что после этого, вот ладья бьют на Ф4, и на Д4 белые получают небольшое преимущество. То есть, вот, видимость обманчива. Вторглись, поменяли белого слона, ну, подготовили сдвоение ладей, но белые сыграли Д4, центр открывается, белые, есть игра. А у черных на гражданской фланге атаки на белого храдья нет. Вот такое интересное обстоятельство. А теперь Д5, ну, явно что-то не то начал делать, конечно, Магнус Карсен. Конь Д8, ну, можно было взять, конечно, можно было взять, но тогда, что получается после взятия на Д5? Белые, скорее всего, взяли бы пешкой, конь все равно должен уходить куда-то сюда, и белые получили бы, ну, начали присматриваться к каким-то слабостям черных на, по белым полям на королевском фланге. Поле Е4 для коня появляется. Общие слова, понимаете? Конь Аш2 можно сыграть в ряде случаев. Тоже получше у белых. Ну, может быть, стоило так поступить черным, но Магнус сразу отступил. Следует конь Ф1, проводя основной план, и черные играют Аш5. Можно ли было взять на Е4? Такой странный вопрос. Пешка Е4 оставлена под ударом. Можно-то можно, да только нельзя, как говорил Семен Абрамович Фурман, поскольку белые тогда бы сыграли ферзь С2, атакую ладью. Ну, взять на Д5 не очень-то помогает, а белый ферзь стремляется на поле Ж6. Ну, можно, конечно, сыграть ладья Ф4, но после ферзь С6 там мало не покажется. А если взять на Д5, например, тогда ладья бьет Д5. Скажем, ладья Ф4, пытаемся закрыть вот эту, держать закрытую диагональ. Ну, белые могут сыграть спокойно как-то, даже неторопливо. Я не знаю, конь Ж3, хорошо ли это? Скажем, конь Ж3, что это такое? Ну, конь Ж3, черный имеет промежуточный ход ферзь Е6. У белых есть интереснейший план, ладья бьет Б5. И на Аб у них страшная проходная, но белые просто забирают на Е4, ну, с очевидным преимуществом. Вопрос о его величине, конечно. Хорошо, так, ну, а что еще могут черные делать? Ладья Е4 не взял Магнус Карсон, не решился, и правильно, наверное, сделать. Сыграл Х5, белые ответили, конь Е3, подтягивает коня, осуществляет те же самые планы. Пешка стоит на Е4 без защиты, Ж4. Можно ли здесь было взять? Что изменилось бы в данной ситуации? По большому счету ничего, особенно тот же самый ход. Если черные играют ладья Ф4, защищая надежно эту ладью, то белые играют Ж3, и расчленение сил черных происходит. То есть, что делать? Ну, ладья бьет Е3 или ладья бьет Ф3? Ладья бьет Ф3 взяли на Е4, а если ладья бьет Е3, тогда что? Тогда Ф6, разумеется, имеет смысл пропустить эту фигуру. Потом даем еще шаг, спрашиваем, куда отступит ферзь. Ну, например, на Е8. И берем тогда... Или на Ф8, давайте посыграем. Тогда есть конь Бюн, Ж5 неприятно. Угрожает Ф7 шаг. И потом одну из черных ладей белые забирают, и остаются с лишним качеством. То есть, надо брать на Ж5, надо закрываться ферзь Ж7, тут еще на Д8 весь это. Ну, на Д8 не будем брать из-за ладья Ф8. Взяли на Ж7, взяли на Ж7, и одну из черных ладей возьмем. Какую? Скорее всего, эту. Чтобы потом взять пешка Ф на Е5, когда черная ладья уйдет с поля Е3. То есть, это не панацея, это плохо для черных. Ж4 сыграл Магнус Харсон, взятие, взятие, и конь Х2. Пешка Ф2 не защищена, но пешка Ж4 атакована. И белые резко перегруппироваются, усиливают позицию, но ладья бьет Ф2. Серьезнейшая ошибка, лучше всего было сыграть слон Х4, после чего ситуация была бы не столь простой, не столь однозначной. И, видимо, у черных здесь достаточная контр-игра, чтобы не проиграть партию. Слон Х4, ну в чем здесь сущная хитрость? Взятие на Ж4, главный ход. И теперь можно сыграть ладья, бьет Е4. И, в общем, черная вот такой вот сложной позиции более-менее держится, хотя после Ф3 стоит хуже. Ф3, ладья назад ведет, взятие на Е6, ферзь бьет Е6, разменялись, разменялись, разменялись всеми. И Эншпиль, вот такой вот Эншпиль. Ну, конь Д5, атаковано ладья. Ладья должна уйти на А4, потому что на Ф7 и на Ф5 нельзя из-за коня А6 отступать. А других полей, по сути дела, нет. Ну, после хода ладья А4, меняемся на А4. И позиции все-таки у белых лучше, поскольку у черных слабости. Ну, может, не очень много на самом деле, поскольку контр-игра есть и конь С5, есть ход защищающей пешки. То есть, вот сюда должен был пойти Магнус Карсон, но он взял на Ф2, рапид и так далее, конь Г4, ладья А4 и С4, после чего выясняется, что белые устремляются в решающую атаку, все вскрывают. В общем, СБ это реальная угроза, пешка пойдет вперед. Если в ответ на СБ ход белых, черные возьмут АБ или там изменяют ферзей, пешка пойдет вперед и выиграет партию, обеспечит белому победу в партии. Что это значит? Ну, если слон Ж5, то, как я уже говорил, СБ, это понятно. Если ЕД, тогда ферзь H3 очень неприятно, с угрозой коня H6, ну, коня H6 тоже угроза, и ферзь черных не защищен. То есть, ферзь должен куда-то уйти, тогда берется на Б5, пешка, что делать? Отдать белому такую проходную страшную, вроде нехорошо, надо брать ферзем, тогда коня H6 шаг дается вот такой пренеприятнейший. Далее играется коня F5, и черные, судя по всему, должны уже жертвовать качество без полной компенсации, но у белых, по сути дела, идут, скорее всего, после этого выигрышная позиция. Но было сохранено здесь не ЕД и слон, не слон Ж5, это было чуть меньшим из зол, и там, и там, и черных нехорошо, а Магнус взял на С4, после этого ферзь Ж3 теперь угрожает коне H5 шаг, коня F6 двойной шаг, но коня H6 не угроза, а коня F6 и конь бьет Е5, это угроза. Король H7, король ушел с линии этой, ферзь H3, теперь ладья А3 подтягивает ладью на поле Ж3, неожиданные маневры, но он решает сразу, в сути дела, слон Ж5, ладья Ж3, ферзь Ж7, черные пытаются вот так вот прикрыться от всего этого дела, но конь F3, конь подтягивается, подключается к атаке, ладья бьет F3 уже вынужден в ход, значит там конь бьет Ж5, и черные погибнут очевидным образом, ну а после ладья бьет F3, ЖФ и король Ф7, белые играют назад, отступают конем, можно было в общем закончить анализ, но ладья С1 с угрозой взятия на С4, ладья А8, ферзь Ж4, конь Ф7, теперь ладья бьет С4, висит пешка на С7, король идет на Е8, еще хуже король Д7, так как ДЕ был бы с темпом шахом, а тут все равно белые берут ДЕ, ну и все, черные сдали, если конь уйдет, то потеряется слон, мало того, что белых лишние качества, они еще выигрывают фигуру, и черные, разумеется, признали себя побежденными, что это означало, что Фабиано Курана сравнял счет, счет стал 2-2, и как и накануне, был назначен Армагеддон, но на этот раз поведение соперников было иным, тогда, как мы помним, Магнус Карсон очень нахально так решил, что он готов защищаться черными, имея 8 минут 55 секунд, а тут сошлись на том, что 15 на 10, вот игра, причем черный 15-минутный, 10-минутный вот такой вот запас, выбрал Курана, то есть Магнус вообще, буду играть белым, если соперник желает дать мне, предоставить соответствующую фуру, и так 10 минут у Фабиано Курана было, и который играл, нет, да-да-да, 10 минут у Фабиано Курана, и 15 минут у Магнуса Карса, но Магнус Карсона, играя белыми, обязан был выигрывать, меняю титр, чтобы не забыть, чтобы не вести вас в заблуждение, Магнус Карсона, Фабиано Курана, это Армагеддон, без добавления времени, Армагеддон играется, смотрим, что произошло, Е4, ход Карсона, Е5, Конь Ф3, Конь С6, Слон Б5, А6, Слон отступает, Конь Ф6, Рокировка, Конь Б4, Рокировка, Х2, Х3, можно и так, хотя стандартные ходы другие, ну ладно, Ферзь Д7, то есть это не совсем, конечно, открытый вариант, но очень созвучные позиции получаются, Конь бьет Д2, Ферзь бьет Д2, играет Магнус Карсона, если у белых что-то или нет, сказать трудно, поскольку Черный играет Слон Ф5, нейтрализует слона белых, главную атакующую фигуру, белопольного слона на С2, можно сказать, испанского слона, ну, размен на размены, кажется, что вообще ничего у белых нет, но Ферзь Ф4, предлагая размен Ферзей, кажется, уж совсем полное счастье, коль скоро вас устраивает ничья, но позиции все-таки у белых чуточку лучше, вот, можно было заграть Слон Ф5, так не поступил Фабиано Каруано, тогда белый ответили бы Е6, ладья бьет Е6, а такое коня, это лучшее решение, потому что в случае взятия НС7, ладья Е8, ничего вообще у белых нет, хорошего, ну и преимущества нет, разумеется, а тут вроде как можно поиграть такое окончание, и далее ладья Е1, ладья Е1, но не факт, что здесь что-то есть, можно А6 сыграть, можно А5 сыграть, то есть, скорее всего, сюда имело смысл в черном пойти, и Слон Ф5 выглядит более натурально, чем ход Д4 сразу же на оживляющую игру, оживляющую игру, белый сыграли ладья Е1, взятие, взятие, Макнус Карсон теперь получил давление по линии С, ну, конечно, может возникнуть вопрос, а почему черные не сыграли Д3, ну, альтернатива такая, напрашивается, во всяком случае, для рассмотрения, тогда белый сыграть бы ладья С на Д1, и оказалось бы, что пешка Д слабость, антисила, и лишь заботы к черным заставляет, никак эффективно ее использовать невозможно, а в случае хода ладья Е5, белый играет Е6, свои козыри предъявляют, и, в общем, позицию у белых заметно лучше все-таки это, над ФЕ следует ладья бьет Е6, потом аналогичные варианты со взятием на Ф4, потерей коня Ц5, обменом слона Ф4 на коня Ц6, они для белых, ну, все-таки благоприятно, там у черных слабые пешки, а пешка Д проходная-проходная, но не опасная для белых, но вот Д3 не сыграл Курана, а решился на взятие-взятие, падение Ц5 у белых давления, конь Б4, ну, слон Б4, разумеется, нельзя, поскольку после ладья бьет Е6, слон бьет Е1, белые отбирают слона Е1, конем СФ3, конь Б4, вот конкретный тактический маневр, белые берут, черные отвечают ладья Е8, и сохраняют две угрозы, конь Б2 и конь Д3, на самом деле компенсация не такая уж плохая, и правильным, судя всему, решением за белых, был ход слон Д2, сохраняющий преимущество в форме лишней пешки, за которую черная компенсация, бить на А2 нельзя по причине ладья А1, и в главном варианте, а не главных особо нет, конь Б4 можно взять на Е7 и выиграть две фигуры за ладью с выигрышной позицией у белых, это понятно, конь Д3 лучший ход в этом варианте, ладья Е2, ладья Ц8, ну и черная компенсация за пожертвованную пешку, хотя же пешка-то только весомая, то есть шансы у белых на выигрызе были большие, и идти сюда черным, мягко говоря, не хотелось. Это по поводу того, что белые могли получить, сыграв слон Д2, то есть мог форсировать примерно вот эту позицию, Магнус Карсен, если сыграл слон Д2, но вышел сыграть слон Ж5, причем имел в виду он совершенно конкретную вещь, которую мы сейчас увидим, а именно слон Б4, конь Б4, и черные сыграли Ф6, сделали самый естественный ход, который оказался неудачным, ну не слишком удачным, скажем так, а правильно было сыграть конь Д3, тоже естественный ход, белые имели ход Е6, собственно на него, они видимо и делали ставку, теперь бить на Е1 после взятия на Ф7 не очень то, там просто беда сручится, поэтому надо играть Ф6, Е7, теперь что делать? Бить на Е1, ну здесь есть кое-какие нюансы, давайте возьму на Е1, что после этого получится? Взятие-взятие конь Е6, конечно, то есть вот что неприятно, ну я не знаю, поставим любую фигуру, поставим коня на Е6, атакован на ладья, атакован на пешку Ж7, можно атаковать коня, таким образом, белые берут конем, и у белых преимущество, просто лишняя пешка, плюс доминация по седьмому ряду, вопросов нет, то есть это по поводу хода конь бит Е1, а что будет, если гладя Д5 сделать естественный ход? Вот здесь, конечно, та красота, ну, мимо которой пройти нельзя, может быть, эту идею земнул Фабиана Круана, здесь форсированные белые выиграют буквально в два хода, это не очевидно, отступление коня нехорошо, в черный будет лучше, а не у белых, а есть ход ладья Ц8, ну и в главном варианте можно поставить ладью, можно ферзя, я снова ставлю второй раз подряд ладью, и мат черному крадью, вот такой вот, ну вот этот вариант действительно ставит проблемы перед черной, поэтому Фабиана Круана должен был бы сыграть ладья, Б8, тогда ладья Д1, конь бьет Б2, ладья Д8, ну и оказывается, что здесь у белых получше, потому что после ладья Д8 взятие, взятие конь Е6, то же самое, что мы видели, но черные успели забрать белую пешку, там у белых была лишняя пешка, ну а тут вот что, ладья Б7 отступили, ладья Е7, А6, ну, скорее всего ничья, у белых, конечно, получше, активные фигуры, но не так уж много, то есть это по поводу ухода конь Д3, после которого получались такие варианты, ну он был сыгран на Ф6, и недооценил, вот делая этот ход, вроде бы что, пешка Е5 связана, конь атакован и так далее, недооценил опасность своей позиции Фабиана Курана после конь Ф7, того хода, который сделал Магнус Карсон, атакован на ладья, ладья идет вперед, белый играет Е6, и оказывается, что никуда в бок ладья уйти с Д2 не может из-за конь Д6, Е7 и так далее, ну и вообще у белых довольно много идей, связанных с продвижением пешки Е, с использованием пешки Е, Аж 5 форточком, ладья Е4, атакован конь, конь берет на А2, ладья С6, белые не торопятся, конь на Ф7 просто хорошая фигура, как ни парадоксально, и позиции черных просто плоха, как ни странно, вот оказывается, что позиции черных плоха, атакован конь, конь идет на С1, ладья Д6, хотим применять ладьи и активизировать коня, ладья Б5, ладья Д7, ладья заняла седьмой ряд, конь Д6, ну в общем все, по сути дела, ладья С1, ушел король, ладья Д2, атакуя белую ладью, теперь Ж4, такой интересный ход, потому что на самом деле идея не только в ходе конь Б4 у черных, а идея дать вечный шаг, ушла бы белая ладья куда-нибудь, а тогда конь Ф1, туда-сюда, туда-сюда, и вечный шаг, конь Ф1, и вечный шаг дает черный конь, но ходом Ж4, белые парируют идею вечного шага, то что ладья под ударом, ладно, у черных тоже своя ладья на Е8 под ударом, взяли, действительно взяли на Е8, ладья Е1, Е7, хотим уйти конем, провести пешку, Ф5, ну, другие ходы тоже не спасали, Ж5, конь Б4, и последний ход точный, элегантный конь Б4, черные сдались, потому что от хода Е8 ферзь нет защиты, а если взять на Е7, тогда Е8 ферзь, шаг ладьей, и белые матуют в нескольких ходов с лишним ферзем, ну, так вот, второй раз подряд Магнус Карсон выиграл Армагеддон, правда, на этот раз он выиграл Армагеддон не черными, а белыми, и все равно 3-2, и в первом сети, и во втором, и Магнус Карсон в финале этого турнира чемпионской серии, который, напомню, проходит в Торонто. Ну, а что происходило в партии между ВССУ и Нандербеком Абдусатуровым, переходим к ним, ВССУ и Нандербеком Абдусатуровым, и здесь я начну с первой партии, поскольку, в отличие от партии, от матча Карсона с Каруаной, первые две партии проходили несравнимо более живо, интересно, и именно они, я думаю, оказались во многом определяющими. Итак, смотрим. В B2-B3 сыграл ВССУ, ну, как-то странновато, Белый свет принято пытаться использовать, но и иногда так поступал Хикаро Дагаборо, играл в Кои-Ц3, ну, в общем, делал какие-то подобные ходы, как бы, так сказать, ну, и вводящие в сторону от каких-то наработок соперника игру, ну, и с другой стороны, вводящие такое в легкое заблуждение, у черных полная свобода, можно и так, можно и так развиваться, но все-таки полутемп, связанный с ходом B2-B3, на руку белым. Ну, здесь Е3 играет в СОУ, дальше слон Б5, угроза взятия, взятия на Е5, тоже не факт, что такая страшная угроза, но все-таки угроза. Слон D6, известный маневр, то есть, черные все равно ведут слона, но пока что важно защитить пешку, чтобы закончить развитие. Конь А3, экзотика, ну, конь А5, чтобы не пустить коня на С4, это было неприятно для черных, слон наступает назад, с идеей, может быть, прыгнуть куда-то в другое место, А7-А6, чтобы на В5 конь не прыгал, С4, рокировка, конь С2, выясняется, что белые какую-то такую перегруппировочку затеяли, может быть, что нам стоило сыграть ладья Е8, не знаю, D4, ничего у белых, конечно, нет, но надо ли было брать, вот брать, конечно, было не надо, ладья Е8, надо было держать напряжение, и иметь в виду, на коне Ф3 возможность Е4, все-таки конь С2 стоит в этом смысле плохо, если бы белые сыграли на ладья Е8, конь С3, пропустили Е4, то после отступления коня на Д2, конь С2, пассивная, ничего не делающая фигура, а после размена конь может, сможет быть переведен на поле Е3 очень хорошая для него, вот так вот играем, А2, А3, конь отступает, Д5, конь Е5, ну и оказывается, что белых лучше, ферзь Д4, переиграл, перехитрил, я бы даже сказал скорее, Нербекал, сатура в ССУ, слон Е3, взятие ферзь бьет Е3, конь Ж6, у белых преимущество двух слонов, линия Е, конечно, фактор существенный, но, можно всегда уйти в 3-0, конь пока стоит на Ж1, пусть стоит, защищает слона, чтобы 3-0 можно было сделать в любой момент, главное начать атаку, конь Н5, конь Е5, теперь А6, ну, Ж6, белый играет ферзь Д4, предъявляя свой козырь, важнейший, ослабленную черную диагональ, после А6 и Ж6 свистят черные поля, согнать одного коня второго, и там уже мат, не за горами, ну, Радья Е8, 3-0, наконец-то 3-0, теперь Ф4, ну, черные сознательно пошли на жертву фигуры, поскольку ничего другого у них не было, позиция просто была хронически плохой, иначе, а тут есть какая-то надежда с помощью конь Н5 создать угрозу, конь Н3 висит, грозит, ну, просто король Б1, важный ход, потому что любое отступление привело бы к резкой активизации сил черных, на Ф2, ну, можно подключить коня конь Е4, а тут никакого коня не подключите, можно забрать на Б3, что черные делают, ничего лучшего у них нет, теперь Ф3, белые забирают на Е5, ну, и дальнейшая игра, это уже, так сказать, ну, реализация решающего преимущества, все же стоит на поле А1, черные жертвуют качество, чтобы разменять за свою ладью главного защитника этой диагонали, ФD6, атакован коня, атакован пешка А3, но Ф3, защищая и ту, и другую фигуру, слон Ф5, ладья Е1, слон С2, ладно, Конь С6, у белых свои козыри, идея Ф8 есть там, после размены, размена коней С7, мат будет даден, поэтому взятие на Д1 плохой ход, из-за Ф8, Ф6, есть шаг, но Ф4, предлагаем Ф4 поменяться, ну, и после этого просто сдался, сдался на Дербеку Абдусаторов, и счет стал, после этого, 1-0, это была первая партия второго сета, 1-0 в пользу Весли Цоу, ну, а что происходило в следующей партии, в которой белые фигуры принадлежали на Дербеку Абдусаторову, то есть, хочется, конечно, белым светом отыграться, и так далее, ну, смотрим, смотрим, довольно интересное тоже событие, ну, С4, С6, Конь С3, Конь С6, Конь Ф6, Конь Ф3, Е6, Е3, то есть, не рискует Абдусаторов, не идет на анализы соперника после С4, хотя С4, С5, наверное, самый принципиальный ход, но не факт, что самый сильный, Конь БД7, и С4, Д3, предлагай, по мере засиловей в Миране, и черные идут на Миран, играют Б5, С4, С4, Д3, С4, Д6, правда, вот такие, такая трактовка, более классическая, менее обязывающая, менее претенциозная, то есть, соглашаясь на чуть худшую позицию, ходом С4, Д6, ВС ЛСО, но зато нормальное развитие имеет, вот Белый Конь устремляется вперед, атакуя пешку, стоящая на поле, Аш7, Аш6, Конь Е4, С7, очень спокойно лавирует, маневрирует, ВС ЛСО, и после А5, оказывает, в черных нормальная контр-игра, на ферзе в фланге, Б4 вполне конкретно, если не угроза, то идея, а Конь Ф6 защищен своих коллегов, с поля Д7, то есть, размен на Ф6 для черных, не опасен, и вообще, атаковать Белым негде, ну, Слон Д2, ладья Ц8, Конь Ф6, Конь бьет Ф6, Конь Е4, С5, позиция упрощается, все нормально у черных, Конь бьет Ф6, Слон бьет Ф6, взятие на С5, и Слон бьет Б2, ну, надо, конечно, было посчитать варианты, которые после этого получаются, вроде бы Белые сейчас выиграли пешку, хотят сыграть Б4 и закрепить, ну, как закрепить, там на один ладья, конечно, все понятно, и нет ощущения, что так можно играть на выигрыш, тем более, что по ней не Д слоны висят, но вот Слон Б2, конкретный совершенно удар, и Белым, наверное, стоило сыграть все-таки, взятие на Б2, взятие на Д3, и ладья Ц1, позиция была бы равной, чуть-чуть лучше у черных, поскольку Слон с Б70, не действует на нервы белому крадем, ну, но у черных точно не хуже, вот, но решил сыграть на победу, на деревьях Алсаторов, сыграл ладья Д1, Слон бьет А3, Слон Б4, вот такая идея, чтобы выиграть, в таком случае сказать, ферзя, ну, с точки зрения выигрыша ферзя, точнее сказать, обмена ферзя на ладью и слона, все верно, учтено, но вот оценка позиции, которая после этого получается, оказывается, очень неблагоприятной для Белых, потому что черные еще пешку Ц5, прихватывают после этого, ну, вот ладья Б5, но идти в разноцвет без двух пешек, безнадежно совсем, поэтому ферзь Б1, размен, размен, и позиция оказывается совершенно выигрышной у черных, потому что все фигуры черных хороши, а пешки идут вперед, да, пешку, стоящую на поле Б5, белые могут атаковать, и даже черные ее жертвуют, но ради, так сказать, весомых вещей, пешка устремляется вперед, слон отступает, ферзь А2, ладья ДБ8, и просто сдался, вот в этот момент сдался, на деревьях Алсаторов, поскольку план черных очень прост, ладья Б2, наступление ферзя А2, ну и все, выиграем ладью за пешку, поймите материальное преимущество, две ладьи и слон против ферзя, то есть все, 2-0, 2-0 повел Уэсли Сол, собственно, можно было бы, конечно, утверждать, что он довел матч до победы, я вот думал показывать ту партию, которую выиграл Дербяков Сатуров, после этого черными фигурами, счет стал 2-1, но это ничего не изменило, потому что не смог выиграть еще раз Дербяков Сатуров, решил сразу перейти к Армагеддону, причем к Армагеддону не в этом сети, Армагеддону, не в Армагеддону, а к тайбрейку, тайбрейку по сумме двух движений, то есть второй матч выиграл со счетом 2,5 на 1,5 в ССУ, в первом матче с таким же счетом 2,5 на 1,5 первенствовал Дербяков Сатуров, и поэтому был назначен перебой, тайбрейк по сумме двух движений, то есть кто выиграет этот полуфинал и кто из них выйдет в финал. Ну вот, показываю, начинаю показ с первой партии, с первой партии, в которой белые фигуры принадлежали Веслия Суу. Она очень интересна чем? Что просто характер борьбы был. То есть, вариант, который применил Веслия Суу, и как отреагировал до него Деребек Агустатуров. Давайте поменяю титры, поскольку иначе ввиду возбуждений белые фигуры в этой партии принадлежали Веслия Суу. Итак, он сделал Веслия Сууу код с Е2 на Е4, последовало Е5, Конь Ф3, Конь С6, ну и тот вариант, который в последнее время входит в моду. Вообще, Веслия Сууу иногда играет Конь Ж5. Вот я помню один из матчей сетевых поединков его против Магнуса Карсона, когда он на код Конь Ф6 со стороны Магнуса Карсона играл Конь Ж5, а на итальянскую партию на С5 тоже такие очень интересные, современные, новомодные, а новая это хорошо забытое, старая. То есть, те варианты, которые были актуальны где-то в конце 19 века. Ну, более века назад. И тогда он преуспел, оставил перед Магнусом Карсоном серьезные проблемы, хотя вот как раз в варианте с Конь Ж5 Магнус прошел через плохую позицию и выиграл. Но в целом матч тогда проиграл Магнус Карсона. Это были сетевые шахматы, рапид, разумеется, дистанционные во время ковида. Вот, Конь Ж5. Ну, черные должны, в общем, Слон С5, конечно, есть ход интересный. Но главный ход Д5, взятие Конь А5, Слон В5, взятие, взятие и Слон Д3, самый модный в современной практике ход. И теперь ходов в черном поеде и два. Плохой ход Конь А6, и после Конь Е4 не буду продвигаться дальше, у белых лучше. Это медицинский факт, собственно говоря. И сильнейший ход Конь Д5, который, в частности, делал Фабиана Круана в партии против Хикаро Дукамуры на Кубке Синфилда. Или нет, где-то еще раньше на Кубке Синфилда не играл Дукамура. Да. Ну, в общем, вот так вот. Не на Кабура, на Кубке Синфилда. Но белыми играл Адериза Феруджа, а черными играл Фабиана Круана. Так что на Кабура здесь ни при чем. Вот. Не буду, опять же, продвигаться дальше. Но интересно, что, поскольку это продолжение со стороны белых, такая трактовка дебюта, становится более-менее модной. Этого можно ожидать от вашего соперника, если вы играете черными. Вот. То, судя по всему, Нерпион Кабура Саторов заготовил на этот случай очень интересную реакцию. А именно, ход Конь G4, который наши электронные друзья считают плохим. У белых после этого преимущество. Так говорят компьютеры. Но, на самом деле, это неверно. Это неправильно. И вот особенно ценными являются какие новинки. Когда, скажем, в данном случае черные делают ход, который осуждается компьютерами. И вы, так сказать, при предварительной какой-то проработке варианта в режиме Advanced Chess, человек плюс компьютер отбрасываете, как нехороший ход. А на самом деле, компьютерная оценка в ходе развития меняется на более человеческую, скажем так. И оказывается, все у черных в данном случае срастается. И вот не ожидал, судя по всему, Веслисову такой реакции стороны Дервека Абзаторова. И он сыграл Конь Е4. Может было играть Конь H3. Тогда, извиняюсь, тогда лучший ход, судя по всему, слон Д6. Опять же, не буду вдаваться в подробности, показывать по такого роду варианты. Судя по всему, черный здесь все нормально. Конь Е4 сыграл. Сделал сам принципиальный ход Веслисову. Ответ в черных F7 и F5. Слон Е2. В этом суть замысла белых. Потому что Конь атакован. Бить на Е4 нельзя и за слон бьет в G4. А иначе, что Конь бьет F2, это Конь Е4 бьет F2. Коня отбросим. И просто будем иметь лишнюю пешку без компенсации. Даже еще с какой-то прибавкой. Ну, H5 есть ход. Защищающий Коня. Конь белых под ударом. И белые играют H3. Они тоже это обязаны сделать. Отступать. Смерти подобно. H3. Черные отвечают F4. Белые берут на G4. И черные играют слон C5. После чего возникает интересная ситуация. Линия H, конечно, вроде подскрыта в пользу белых. Но. Открыт белый король. И завязка на королевском фланге происходит. Противостояние пешек H5 и G4. И белые не могут брать на H5. Вот так вот. Потому что черные ответят 0-0. Неожиданно. Атакованы пешкой F2. И белым просто плохо. Если 0-0. Тогда ферзь H4 угрожает взятие на F2. Но лучшее для белых это сыграть D4. Тогда белые и черные возьмут на проходе. Затем возьмут на F2. Ну и выиграют партию форсированно. Форсированно. Позиция, разумеется, безнадежная для белых совсем. Это очевидно. По поводу хода 0-0. Лучше сыграть D4 сразу. Затем перекрыть диагональ. Черные теперь уже должны брать пешкой E5. А не E4. И белые играют H6. И черные после этого играют F6. То есть они не опасаются никакого вскрытия. На данном случае просто угрожают ферзь BF2. Это понятно. Нужно парировать эту идею. Ну и после этого у черных хорошо, у белых плохо. В случае 0-0. Можно сыграть просто D3. Слон бьет F2. И ферзь H4 мат в главном варианте. То есть GH плохой ход. Просто проигрывающий. Поэтому лучший ход здесь. Это конь C3. Тот ход, который сделал Весли Су. Черные ответили ферзь D4. Создавая угрозу мата в один ход. И защищая пешку E4 попутно. 0-0 отвечают белые. И черные отвечают 0-0 тоже. Потому что если HG, то слон бьет G4. Атаки по линии H нет. Не успевают черные это предпринять. Белые раскручиваются на E4 слабость. И коль скоро мата нет, угроз мата нет. То у белых почти выиграно. В случае HG. А вот после 0-0 висит. Пешка на F2. Угрожает взятие на F2. Белые играют через E1. Единственная защита. Черные отвечают HG. И вот видите. Несмотря на ход HG. Казалось бы белые там на H5 возьмут. И так далее. Несмотря на ход H5. Черные все-таки пешку не проиграли. А выиграли на поне G4. Но. Если мы посчитаем общую число пешек. То оно равное. По 6 пешек у каждой стороны. У белых хорошие пешки. У черных плохие. Но у черных очень активные фигуры. Ну и был вопрос. Как играть G3 или D3? Если G3. Тогда черные отвечали не конь C4. Тогда у белых получше. А слон F5. Ну и просто заканчивали развитие естественным путем. В такого рода. Ну и там можно сыграть слон B6. Важно не играть ладья E8. Это неточность существенная. Потому что после слона E3 теряется слон на C5. И ничего с этим не сделаешь. Если ферзь B4. Тогда А3. И потом конь А4. А если ферзь D6. То сразу конь Е4. Двойной удар. Теряется слон. Ну а после слона B6. Слон уходит с опасной позиции. И все у черных более-менее нормально. После хода слона B6. Хотя может быть у белых все-таки чуточку лучше. G3 можно было обсуждать. Можно было делать ход. Но решил понадежнее сыграть в ССУ. Он сыграл в D3. Надо сказать, что в начале этой партии. Гораздо быстрее играл Нандербек Абдусаторов. В ССУ утратил время. Но острый цвет нот не попал. Но все-таки по оставшемуся времени. Явно опережал своего соперника Абдусаторов. По разотраченному на ворот ВССУ. То есть это все-таки. Ну такая трактовка связанная с конь G4. Себя в, так сказать, в руках Нандербека Абдусаторов. Полностью оправдала. Взятие-взятие. И ладья бьет F2. Тактический удар. Естественно. Если ладья бьет F2. Тогда G3. Но это неплохо. Неплохая у белых позиция. После короля F1. Ничего особенного нет. Ферзь H4. Лучший код с угрозой. Ферзь H1. Слон G5. Белые могут сыграть. Отвлекая ферзя. Но ферзь идет на H2. Не соблазняется ничем таким. Черные хотят сыграть слон G4. Создать матовую сеть. Иногда проходит ход слон H3. Ну, лучший ход ферзь E4. Прямо скажем. Ну, что было бы, например, если белые сыграли ладья F3. Ну, тогда, в общем, раскручивается все на свете. Шаг дается. Потом дается шаг. И черные добираются до ладья F3. И белые проигрывают. Ладья F2. Это непанация. ЖФ и так далее. Лучший ход ферзь E4. Тогда взятие на F2. Ферзь H4. Белые таким кружным путем защитились от угрозы ферзь H1. И создали свою. Черные вроде могут сыграть вот так вот. Но F1 не идет. Главный, я уж не знаю, главный вариант или E4, или ферзь Bt1. Давайте посмотрим. Ферзь на ферзь Bt1. Тогда шаг. Тогда шаг. Тогда шаг. И ничья. То есть, если черный король побежит дальше, то он полностью мат. А вот если он будет ходить аккуратно по полям F8 и F7. Повторение позиции и ничья. Это в случае хода ферзь A1. Можно попробовать сыграть E4 в начале. Белые берут ферзь Bt4. Слон G4 шаг. Отвлекают белого ферзя. И ладья E8 подключают еще одну активную фигуру. Здесь очень важный момент. Вот если сделать естественный ход конь E4, то белые проигрывают сразу по причине ферзь Bt1. Конь связан. Конь F6 сыграть нельзя. Черный король не может быть зашахован, обшахован. Пешка F живая. И можно сдаться. Поэтому ничью делает здесь. Очень странная штука. Не конь E4, как нужно играть, а вначале отдать слона под шаг. Совершенно не бросается в глаза. То есть черные должны, конечно, сыграть ладья Bt7 шаг. Но после конь E4, в отличие от того варианта, который мы видели, поля C8 оказывается доступен для белого ферзя. И в варианте ферзь Bt1 белые дают вечный шаг. Вечный шаг получается, как ни крути, как ни маневрируй здесь. Вот так, вот так, вот так, все равно вечный шаг получается. И партия заканчивается в ничью. Очень красиво могло бы все это произойти, если бы здесь белые сыграли ладья Btf2. Ничья. Но белые хотят играть на победу. Они берут ферзем. Ответ черных ферзь Btf2. Размен ферзей. G3. Ладья отыгрывается. У черных очень активные фигуры. Сейчас у черных по факту на доске лишняя пешка за ладью. Но пешки черных слабы. И не совсем ясно, у кого лучше. На самом деле позиция около равенства. Конь e4. Самое естественное предложение. Взятие. Теперь не конь бьет f2. Тогда у черных перевес после слона e6, потом ладья f8. Это понятно. А лучший ход это король f1. Так и было сыграно. Теперь, ну, можно было сыграть слон b6 с примерным равенством. Черные сыграли слон d4. Я не возьмусь судить, какой из ходов лучше. После слона b6 черные стояли не хуже. Здесь, похоже, у белых все-таки чуточку лучше. Слон d2. Конь b7. Ну, и теперь правильное решение со стороны белых было слон c3. Но это, в общем, по большому счету, ничья. Вариантах такого рода. Взятие на f2. Там слон e6. Конечно, пешки черных не очень хороши. Но с другой стороны там что? Ну, ладья e3, что ли? Ну, пешка на d3 тоже не очень-то. Давайте сделаем вот ладья e1. Просто чтобы как-то... Ну, конь бьет d3. Взятие взять. Ладья f8. То есть, черные успевают перегруппироваться и отправить свою ладью на поле f5. И, понятно, что позиция близка к ничьей. Может быть, лучший межковь у белых. Но без реальных шансов на победу все-таки думается. Вот можно было сыграть так. Скорее, чуть-чуть лучше у белых. А белые сыграли c3. То есть, играл на выигрыш, я думаю, в Сельсоу. И неверно оценивал позицию. Вот после этого хода белые могли столкнуться с трудностями. То есть, с рон c4 они сыграли. И теперь важно было сделать правильный ход. Король h8 и не король h7. В чем разница? После короля h8 белые не могут играть конь бьет f2. А любые ходы другие. Почему они не могут, сейчас увидим. Если ладья c1, например, тогда слон d7 и ладья f8. На слон h6 тогда слон f5. Такой интересный витиеватый маневр. Если конь бьет f2, ну, конь g3 можно играть. Давайте поперекинем, что такое после конь g3. Что получается после конь g3. Тогда черные играют конь d6, защищают своего слона. Меняться на f5 нельзя. Конь подключится к атаке. И черные раскрутились. Непонятно, зачем на а6 все это двигалось. А в случае хода конь df2 следует конь c5, атакуя белого слона. Ну и дальше следует конь d4. И вот эта позиция у белых плоха, поскольку слоны звери у черных. Ладья f8 неотвратимый шаг. Потом ладья вторгается. На g2 пешка висит. И так далее. Ну, до ладья h1 шаг нельзя. Белые не доживают. Если король d2 сыграть, тогда можно взять на g2. И взять под контроль поле h1. И шаг снова не получается. А черный слон вправе отступить на d5. И уже снова не опасаться шаг с h1, поскольку король сможет уйти на поле g8. Если черные сыграют слон d5, перекрыв диагональ. Вот. Это по поводу хода ладья c1. В случае хода конь и король d2 следует срочно g4 шаг. Вперед. Ладья d8 шаг. Король уступает. g5. Пешка f2 жива. Это лишняя пешка, отдаленная проходная. Позиции просто почти выигрышные у черных. Вот такая интересная штука. Пешка f2 очень грозная сила. А что важно, нельзя взять на f2. Нельзя взять на f2, поскольку черный играет конь d6. И если слон d3, вот с той король на h7, это было бы с шагом. А тут слон d3 совершенно не то. Из-за хода e4. Ну, вроде как конь e4, теперь конь ве4, взятие, взятие. Слон a6 шаг. Опять слоны звери. Надо идти на e1. Ладья f8 с угрозой. Ладья e8 просто. Не надо ладья f8. Ладья e8, выигрывая слона и выигрывая партию. Вот такая вещь. Ну, а если играть не слон d3, а слон e2, тогда черные играют слон e6, подтягивают свою ладью. И позиции у черных лучше. Там конь d1, конь f5. Фигуры активные. И главный фактор это активность черных фигур, которая более существенна, фактор этот, чем то, что у черных какие-то слабые пешки. Не в пешке, а в шагу-то играем. Как принято говорить. Но сыграл нерпеково-соторов рекректорно не король h8, а там вдруг что-то случится, какой-нибудь мат получится. Вот так по здравому смыслу. А сыграл король h7. И после конь бьет f2 уже то же самое не проходит. Потому что в случае хода конь d6 играется слон d3 с шахом. И лишний темп решающий, по сути дела, у белых. И здесь они легко перегруппировывают. Сыграют ладья e1. Раскручиваются и у них преимущество. Заметное преимущество. То есть нельзя так играть. Конь d6 плохой ход. Поэтому пришлось сыграть слон f5 нерпеково-соторово. Потерял он темп. Белые раскрутились и получили лучшие шансы. Ну вопрос был лишь один. Сможет ли веслый соу в этой позиции получить какие-то шансы на победу. Но e4 можно было черными сыграть. Видимо после этого позиция почти равная. Отступить назад. И в случае хода конь бьет e4 с иди слон c2. Белые фигуры отыгрывают. Но получается ничья. Король h6. Скажем взятие, 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 взятие. Теперь c5, уводя пешку из полудара. Пешка g4 все равно погибнет. Можешь, конечно, сыграть слон f5. Но эншпильд пешечный вот этот ничейный. То есть он не выигрышный, не проигрышный ни одной сторон. Я не буду иллюстрировать. Я иногда поступаю таким образом. Какие длинные варианты показываю. Но это просто ничья, скажу сразу. Вот. Это по поводу хода e4, который не был сделан. Было сыграно король h6 и у белых лучше. Слон a4 получше. Ну, может сыграть ладья b8. К4 приводит к тому, что после правильного ладья e2 у белых был бы перевесик на долгую игру. Ладья g3 по-другому сыграл в ССО. Ход конь d4 себя оправдал. Ход конь d2 просто делал ничью. Я как-то вот тезисно все это говорю. Было сыграно конь a5, король e2, e4. Но здесь у белых все-таки лучше. То есть пришлось защищаться дербеку вот такой позиции, в которой, ну, не факт, что никаких проблем не будет. Проблемы есть. У белых лишняя пешка, слон против коня. Ну, у ладья d8 был ход очень сильный, который спасал. Взятие, взятие, шах. Затем ладья бьет a2. Затем ладья 1 шах, вот в этом варианте. Ладья 2, повторяем позицию. Если белые идут королем вперед, тогда конь e5. И затем ладья c2, цепляясь к белым пешкам. А иначе атака с тыла. И, в общем, как-то вот так вот на соплях, но черные держатся. Опять же, это не форсированные ничья, не четкие ничья. Оно все-таки ближе к ничьей, похоже до ничью, приходит к ладья d8. А после короля к королеву в пять ситуация стала довольно опасной. И вот вопрос, ну, повторение позиции, ладья d8 не слухший ход был. Ну, повторяет Нербек Абдусаторов ходы. Кстати, если вначале у Абдусаторов было гораздо больше времени, чем у соперника, то здесь уже догнал и перегнал Абдусаторов по затраченному времени. Времени было немного и у того, и у другой стороны. Не то, чтобы острый сейтнот, тем более, что здесь добавление идет все-таки. Это не Армагеддон, но тем не менее. Тем не менее, время потрачено. Ладья h3 играет в ССУ. Теперь ход салон b5 давал белым приличные шансы на победу, потому что нельзя играть ладья d2 из-за отступления вниз, и черные несут материальную потерю в форме одной фигуры. А если конь d6, как альтернатива такая, то, в общем, тоже небольшое счастье, потому что пешки нет, и не совсем понятно, как удастся ли спастись. Но было сыграно не ССУ на 5, а ладья h7. Черные ответили e3. Может было сыграть А5. Не хочу, так сказать, обсуждать все это. То есть черные предъявили свой козырь вот таким вот образом, поскольку на d3 на линию d2 белый король идти не может из-за конь e5. А если ССУ на стопе, тогда ладья d2. В этом замысел черных, чтобы подвинуть пешку, сделать ее опасной проходной, затем добиться вскрытия линии d, дать шаг с d2 и контрыгра. Ну, а4 сыграл здесь в ССУ. А5, все стоят на месте, конь бьет а5, пешка на e3 висит, и ее белые взяли. Может быть, стоило сыграть слон b5, отключая на время слона. Ну, что здесь можно сказать? Главный вариант ладья d2 с попыткой... То есть, вот что это такой вопрос, конечно? Я не знаю, потому что все-таки, может быть, это и ничья, но ничья очень такая непростая для черных. Может быть, белым стоило сюда пойти. Но решил сразу взять эту пешку в ССУ. Ну, тогда преследует черный король белую ладью. Вот таким вот образом. Что делать? Повторение, повторение, еще раз повторение. Ну, и ладья e6, чтобы попытаться сыграть на победу. Король f7. По-прежнему проблемы со слоном и ладьей остаются. А переход в ладейники какие-то, ну, скажем, уход на a6. Ну, вот это и следует, потому что что еще? Если король d6, то король e7. Ладья a6, теперь конь c4, шах, важный ход. Ну, и здесь чище всего делала ничью конь b2. С фронта белых связано, это очень важно. Конь b2, и идея в чем состоит? Что на ладья d6 король e7. Легче, лучше, маневрировалось более b2, черный кончен с поля a3, куда его отправил Дебеков и Саторов. Но все равно после коня a3 ничья. Что мы увидим сейчас сфорсированно. Вот, ладья a7, король e7. Белые играют, устремляются на перехват, съедать пешки на королевском фланге. Но конь идет с тыла, c4, конь идет на d2. То есть он старается, ну, собственно, c5 имело смысл какой-то, я не знаю. Особого смысла нет, поскольку конь b3, или конь c4 даже. Конь c4, король бьет g5. Король c6. Ну, не успевают белые выиграть. Интересно, что если сыграть здесь g4, то ничью делает конь e3. Взяли пешку, потом взяли c5 и пешечный ничьяный. То есть черный король последовательно уничтожает пешки. А уберечь пешку от черного коня здесь невозможно. То есть вот такая ничья. Король бьет g5 сразу сыграл в ССО. Ну и дальше ничего интересного, потому что черный конь встал как надо. Пешка вперед не идет. Король f5, это конь h6. Ну, g5 сыграли белые. Конь бьет g5. И согласились на ничью соперники, поскольку черный король отъедает белую пешку и так далее. Вторая партия тайбрейка с нормальным контролем закончилась ничью. Ничего слишком интересного в ней не было. Поэтому я ее пропускаю. И сразу же перехожу, так сказать, к Армагеддону. Тот же цвет фигур. Весли Сова против Нербека Абазаторова. И что изменилось? То есть на какие-то героические контроли Нербек Абазаторов не замахивался здесь. Ну, в общем, отыграл тем не менее себе черные фигуры. Весли Сова надеялся выиграть белыми. И вот посмотрим, что из всего этого получалось. То есть это, напомню, Армагеддон, по итогам которого определялся финалист. Первый мини-матч выиграл Нербек. Второй мини-матч сегодняшний выиграл Сова. Потом были две ничейных партии в тайбрейке. И вот последняя Армагеддоновая партия. Конечно, очень большая нагрузка у шахматистов. Сколько они сыграли? 4-6. Всего 7 партий за один вечер. Пусть и рапидных, но это очень много 7 партий. Это не близко, конечно. Ну, в общем, Весли Сова сделал ход С4. После этого е6, g3, d5, срон g2, конь f6, конь f3, c5, взятие на d5, взятие-взятие, d4. Ну, здесь получается уже чистой воды защита Тараша. Вот такой, правда, редакции, а3. То есть немножко уводит игру в сторону Весли Сова. Это не совсем теоретическая позиция. Не главное направление, во всяком случае. Конь c3, конь b6, конь а4, конь c4 и срон d4. По итогам дебюта, вот я сделал много ходов быстро, без комментариев. Понятно, что Весли Сова хотел увести игру в сторону, но позиция у черных прекрасная. У Дербекова-Саторова прекрасная позиция. Может быть даже чуточку лучше, чем у белых, поскольку конь на а4 стоит непонятно как. На d4 стоит слон, который не идеальный блокер. Но у белых свои плюсы, у черных свои. Но, по сути дела, или скорее всего, плюсы черных скорее перевешивают. Слон d7. Вот это не совсем верная трактовка. Лучше было сыграть слон f5. Играть активно, никаких ладья b1, что бы не было. Белые не успевают никак предъявить свои козыри. А под е4 весомая штука. А слон d7, конечно, естественный ход, атакующий пешку b5. Но ферзь b3. И здесь позиция у черных уже точно не лучше. Хотя, может быть, и не хуже. Вот такая позиция. Слон e6. Слон все равно осознает свою ошибку, идет дальше. Следует конь c2, конь b2, конь отступает. А4, конь f5. У черных активные фигуры, но у белых лучше после конь d3. Потому что белые перегруппировались, консолидировались. Удар на d4 приводит к тому, что белые фигуры оживут. Займут идеальные позиции. Несмотря на преимущество у слонов, черные будут стоять хуже. Ну, вот ладья c8. Логично. Ладья c1. Ферзь d6. Слон e5. Ферзь b6. Ферзь b2. Слон f6. Взятие-взятие. И конь d2. Продолжается маневрирование. Причем у черных, опять же, нормальная позиция. Но конь d4, ход не совсем удачный. Стоило сыграть ферзь d4, как ни странно, и приложить переход в окончание, которое у белых не лучше. А если сыграть рца3, то разменяться, разменяться и разменять еще пару ладей. То есть бежать на ничью, что, в общем, соответствовало, на самом деле, спортивной задачи черных. Ничья в их пользу. Ну, было сыграно конь d4. Конь f4 сыграл в ССУ. Защитил пешку e2. Взял под контроль слона e5. Пешку d5. E6. Пешку d5. Слон g4. Конь f1. И оказалось, что неприятная позиция у черных, поскольку пешка e2 защищена конем и ферзем. Конь на d4 атакован ладьей и ферзем. Правда, для этого, чтобы взять этого коня, нужно начать взять на c8. Поэтому черные у одного из атакеров коня d4 отвлекают разменом. И играют ладья d8. Но у белых здесь уже заметное преимущество, поскольку конь встал на e3. Слон атакован. Пешка на d5 тоже. Слон e6. Ладья d1. Подключается ладья. Ну, просто наклевывается уже большой перевес белых в форме лишней пешки, которая забирается. И, собственно, стало понятно, что белые не только выиграли эту дуэль постдебютную, скажем так. Ну, и близки к тому, чтобы просто выиграть партию и матч в целом. Противостояние. Слон отступил. Ладья бьет на d1. Хороший слон против худшего коня. Игра на двух флангах. Ну, и плюс лишняя пешка. Не будем забывать. Это самый важный, конечно, аргумент. Лишняя пешка. Король g2. Король f8. Ферзь идет на a8. Дает шаг. Возвращается назад. Все-таки добавка трех секунд есть. Веслису решил не рисковать повторить позицию, выиграть время. И теперь ферзь d8. Три раза позиция не повторилась. Два раза повторилась. Но с d8 ферзь белых сковывает позицию черных, фигуры черных. Атакует и коня, и пешку b6. Черным трудно маневрировать, чтобы ничего-то не потерять, не отдать и не разменять. Ферзь e5. Вот только так. Ну, на b6 пешка висит. Ее забирается. Белый ферзь забирает. И оказывается, что вечного шага никакого нет. Пешка e3 защищена. Подио c2 контролируется. Ну что? Ферзь b1. Такая попытка. Ферзь d4 шаг у белых есть возможность. Ферзь c4, прикрывая все и всяк. С c2 будет перекрытие. Ферзь идет назад. Поскольку на ферзь b2 можно сыграть было ферзь c2. Теперь белая пешка устремляется вперед. Вперед еще раз. Конь c6. Взятие. И черные сдались. Потому что в главном варианте ферзь бьет c6 и b8 ферзь. Рассчитывать не на что. Шагов нет. Фигуры нет. Да еще и пешки. Ну вот так вот. Ну собственно я подвожу итоги полуфиналов. И знакомлю вас с табличкой. С табличкой их результатов. Магнус Карсон. Выиграл оба мини-матча у Фабиана Каруана в упорнейшей борьбе. Фабиан достойно противостоял Магнусу. Но в последнее время Фабиана играет вообще очень здорово. Правда в основном конечно не в Рапид. Хотя он выиграл четвертый этап гран-честура в Сент-Луисе. Потом выиграл еще и пятый этап кубок Сенверда. Но в Рапид он все-таки и плюс-близ, он выиграл турнир, что достаточно неожиданно. Поскольку Фабиан все-таки в наших глазах всегда был в первую очередь шагматистом классика. Но в данном случае он проиграл, уступил Магнусу в двух матчах, двух мини-матчах. С общим счетом 0-2, но в каждом матче 2-3. В ССУ проиграв первый матч Дербекова Сатурову полтора на два с половиной. Отыгрался во втором. Это случилось в четверг. А затем выиграл тайбрейк. Более конкретно Армагеддон, прилагающийся к Дерберику со счетом 2-1. Таким образом, в главном финале, в матче за победу, на сетевом финале чемпионской серии, не сетевом, то есть все было в сети до этого, а финал уже очно проходил. Или проходит. Итак, два победителя кругового турнира встретятся и в финале. Именно Магнус Карсен и Весли Соу. Причем тогда, напомню, что Весли Соу выиграл у Магнуса Карсена в очной встрече. Выиграл Армагеддон как раз, в котором Магнус решился выбрать черный, претендовать на черный цвет фигуры. Он его достался, оставив себе, Магнус Карсен оставил себе всего лишь 8 минут 55 секунд против 15 минут у Весли Соу. Что будет на этот раз, посмотрим. Наверное, все-таки в глазах всех Магнус Карсен является не явным, а может и явным фаворитом, но, возможно, как принято говорить, сюрпризы. На этом сегодня у меня все. Перед тем, как проситься, я призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал тех, кто не сделал этого ранее, и, разумеется, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы как очно, так и заочно, то есть в сети интернет. А пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!